всем привет девчонки и мальчишки вчера записала видео с отбеливанием зубов и что я довольна результатом мне кажется в этот раз лед тронулся намного белее стали мои зубы да кстати спасибо большое за советы за комментарии оказывается я же варю этот вариант очень хороший обратись в facebook youtube тебе посоветует все что хочешь спасибо большое там не писали мои подписчицы ларисы кстати 1 2 лариса зовут и говорили что как лучше сделать очень поговорим об этом чуть позже в машине мы сейчас едем в один магазин я все еще раз расскажу об этом а едем мы в нотный магазин дональ сказал какой то есть хороший нотный магазин ноты для фортепиано и скрипки а я увидела фортепиано и решила еще вот что вам не показывала вот такое украшение красиво еще тут на фортепиано стоит такая русалка с птичкой и якорь а здесь такой песок с камушками морской наверно вот такое фортепиано с таким украшением так вот продолжая эту тему насчет вчерашнего отбеливания у меня оказывается к вечеру было такое покалывание очень мощное покалывание я вспомнила как в одессе это я сделала профессиональное отбеливание там они мне предлагали два варианта один немецкий застав другой американский вот тот который американский там что на тысячу гривен был дороже немецкий сейчас по моему такие цены немецкие полторы тысячи гривен американский был 2 2 с половиной до ну и сказали что американский если будете делать он не настолько болючий думаю ну посмотрю немецкий должен быть тоже хороший что это они мне прям в общем это маркетинг новый ход им надо заработать вот они предлагают сюда тоже подороже и так думаю в общем сделали мне этим немецким составом ну я выдержала только два подхода вот это же подготовили зубы потом намазали десна и синие такой штучкой защита десен и потом врач доктор держал лампу поскольку это минуть я уже не помню 15 или 20 минут в общем то под конец первого подхода начала покалывание мне быть уже в зубах и они убрали лампу но я прям сразу заметила результат какие-то прям белоснежные показались мне зубы но решила еще второй подход сделать потому что они уже наверно хватит уже все белые у тебя зубы нет давайте еще один подход в общем не так вы наверно долго или может быть ну что-то еще сделали второй подход ну это было терпимо все я выдержала многие рассказывали что это очень больно отбеливать профессиональное отбеливание но я же так удивилась так нормально терпимо они мне еще сказали домой когда придете ну может быть на ночь выпейте немножко немесил и все что они мне сказали я пришла домой я думала что есть немесила его у меня не оказалось но у меня уже начала такая боль зубы все такое чувствительные и сильно болели пошла я в аптеку говорю может еще какой-то гель есть она мне там что-то три варианта предложила думаю надо позвонить стоматологию где было спросить какой же из гелий взять она мне это говорит ой мы забыли вам дать гель это получается что еще сэкономили на мне надо было там уже у стоматолога этого этот гель взять наносить на зубы в общем вот это мне пришлось еще потратиться на этот гель уже думаю куплю потому что надо было ехать в стоматологию уже поздно вечером дождь был купила я еще этот гель там районе 200 гривен на такой малюсенький тюбичек думаю надо спасаться я не выдержу эту боль так что решила потратиться ну и так я пережила ночь гель наносила на десна на зубы под утро уже все ничего не было никакой боли все было нормально ну и потом я выполняла трехдневную белую диету вот что нельзя было пить чай кофе шоколад кушать нашим все цветное желательно первые три дня не кушать не пить и я себе делала лимон с имбирем с имбирем и мне даже показалось что лимон с имбирем тоже хорошо на зубы как отбеливающее средство действует и потом же я так долго причем не пила чай я вообще чай манка и очень люблю такой крепкие любила после отбеливания зубов не отпала охота пить крепкий чай что мне все домашние стали удивляться вот пила такой прям сефир чефиристый а я теперь его нет не чуть-чуть не слабенький мне еле-еле так что зубы мне поменяли вкус к чаю так вот и вчера вечером немножко испытала те же самые ощущения покалывания зубов после вот этих пластиночек и я так смотрю что они больше эффективнее для меня оказались для дочки а и вот кстати девушка которая мне написала комментарии и сказала что действительно зубы старшего возраста после 50 и сложнее отбеливается оказывается у молодых быстрее происходит отбеливание наверно так оно и есть если у леры отбеливались у меня дома вообще ничего что я уже несколько раз пробовала никаких результатов не видела ну а здесь еще я вот что думаю очень хорошая паста зубная название крест вот это же я и пользуюсь и вот эти пластиночки все-таки несколько раз вот такая белоснежная теперь улыбка я довольна нашли этот музыкальный магазин сейчас глянем что тут за ноты есть музыка вот такой магазин столько инструментов сейчас надо посмотреть что-то тут его гитару уже выключил пьяно слышал один звоночек для начинающих пианистов ну а вот сейчас я больше оглянула вот так вот сообъясняется здесь неплохо такие не сложные потом кортики песенки вот еще нашла один сборничек для вокала тут такие песни и в конце диск, наверное, минусовки всех этих песен интересно плохо, что без аккомпанента а, на принципе, гармония тут написана и песни, не знаю скорее всего, какие-то известные, наверное ага, вот стойчика, виолина, скрипки, челла, звончель сейчас гляну, что тут интересного вот несколько сборников Сузуки а, ну, какое интересное, что тут за книжечки вот это такие, наверное, легенькие для сидения для обучения, наверное, неплохой сборник я удивлена, что нету тут аккомпанемента только для скрипки мы будем и все и отдельно нет, вот как у нас для скрипки и фортепиано вот такой разнообразие гитар что тут еще? а мы биха вайлин? ну, вы кэн ватч? о, сколько гитар тут все детские гитары что ли? или маленькие, что-то не понимаю для чего это это ух ты, хорошее звучание ваше звучание настроенное даже а как это что-то интересное это расстроено вот эти три одинаково настроены А вот еще какая... Вообще, что это за звучание такое? Это, получается, выше звук, потом ниже. Вот эти две одинаковых. Пошли ударные всякие установки. Наконец-то допросили, здесь же скрепки. Хочу посмотреть, какие они тут продаются и почем. А, вон они у продавца за стойкой. Это для фабрики? Для фабрики? Или для фабрики? Ты знаешь? 300 долларов. Такая скрепочка стоит. Неплохая. О, я даже нашла альт. Это мой родной инструмент. Я играю в виоле. О, да? Найс. Без виолы и все, впрочем. Я сделаю видео. Я хочу посмотреть. Это может быть смачок. Скде раз? Сколько за? Сколько за боб? С demos имплиль? Сколько за боб vehicles? В общем, маленьких скрипочек тут нету, маленьких гитар полно, а до такой начиная, и до такой, а скрипок нету. А это медиаторы. Сделано в Китае, фабричный, конечно. Это все вместе с мячком. Студенческая. Да, да, я знаю. Это 600 долларов. Угу. 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 Это Олтовезер. Красивый. Этот футляр. 600 долларов. Все вместе стоит. Ты думаешь, что можно купить это в Украине? Да, это дорогая. Да, это дорогая. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ой, вот такой олень тут и ремонтирует скрипку и сделает а это, вот тебе, он вилок чехлы для бланчеры Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok